Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые очень часто, особенно у начинающих людей, вызывают чувство смятения и тревоги, как будто Христос призывает нас ненавидеть свою семью и более того, ненавидеть самих себя и с пренебрежением относиться к своей собственной жизни. По крайней мере, у многих людей именно такое впечатление возникает, когда они слышат такие слова. Евангелие от Луки. С Иисусом шло множество людей, и Он, повернувшись к ним, сказал, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Но прежде всего, нужно всегда учитывать контекст. Видите, евангелист говорит, Иисус обращается к множеству людей, к толпе, к массе людей, которые идут вслед за Ним. Понятно, что не все из них могут быть Его учениками, потому что толпа – это толпа, множество – это множество. Лучше быть окруженным узким кругом учеников, но верных и убежденных, любящих учеников, чем просто огромной толпой людей. И поэтому Христос говорит, что есть определенные критерии, как некое сито, через которое будет просеиваться решимость и выбор людей, которые хотят за Ним пойти. Прежде всего, нам кажется, что эти слова противоречат главной заповеди из десяти словия – почитать отца и мать. И как же здесь выставляются условия – отца и мать нужно возненавидеть для того, чтобы стать учеником. Кроме того, в другом месте в Евангелии Иисус обвиняет тех людей, которые под предлогом исполнения религиозных обетов отказывают в помощи своим родителям, говоря, что то, что они могли бы им подарить как помощь, уже обещано Богу. И Христос беспощадно разоблачает лицемерие этих людей, тем самым утверждая, что отец и мать – это люди, которых нужно почитать. Конечно, нужно понимать, что эти слова обращены прежде всего к тем ученикам, которые вступят в общину Иисуса Христа, а он живет как странствующий проповедник. И поэтому для того, чтобы быть его учеником, быть странствующим миссионером, конечно, нужно отказаться от многого того, к чему люди привыкли. Для того, чтобы проповедовать приближение Царства Божия, чтобы возвещать Евангелие. Но неужели действительно главным условием к тому, чтобы стать учеником и возвещать Евангелие, необходимо ненавидеть кого-то, притом ненавидеть самых близких людей, тех, с кем мы связаны узами кровного родства. И самих себя нужно любить такой любовью, которая доходит до ненависти. Конечно же нет. И главный ключ к пониманию этих слов содержится в особенностях арамейского языка. В арамейском языке, это родной язык Иисуса Христа, как и в других семитских языках, нет степеней сравнения. И поэтому невозможно сказать «любить больше», «любить меньше». В этом языке можно сказать либо «любить», и это абсолютная любовь. Если немножко меньше, то есть только один вариант употребить слово «ненавидеть». И, конечно, классический пример, который цитирует апостол Павел в послании к римлянам из пророка Малахии. Господь говорит «Я возлюбил Иакова и возненавидел Исава». В действительности он говорит о том, что его предпочтение, он больше любовью возлюбил Иакова, чем Исава. Понятно, что он не может ненавидеть Исава. И в Евангелии от Матфея, в похожем месте, евангелист иначе формулирует это требование. Кто любит отца или мать больше меня, тот не достоин меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не достоин меня. Но Евангелист Лука сохраняет эту особенность арамейского языка, тем самым рискуя вызвать возмущение у читателей. И те же самые слова, буквально переведенные на греческий язык, конечно, звучат очень жестко и сурово. Но при этом Евангелист Лука делает это намеренно. Он понимает, что это кого-то может задеть для того, чтобы передать определенную радикальность того выбора, который предлагается тому, кто пойдет за Христом. Есть еще одна особенность, которая может вызвать у нас удивление. Прежде всего, Христос, конечно, говорит вещи, как любой уважающий себя учитель, наставник того времени. Если кто-то становится учеником, это означает, что он становится членом семьи. Он живет общей жизнью со своим учителем на всю жизнь или на то время, пока он становится учеником. Но здесь Христос идет еще дальше. Любовь к Нему не терпит никаких компромиссов. Это абсолютно радикальный выбор, бескомпромиссный. И, конечно, это очень похоже на семейные отношения, точно так же, как люди, вступающие в брак, они друг к другу обещают быть верными друг другу, и каждый друг у друга будет единственным и самым близким человеком. Точно так же и происходит и со Христом. И поэтому в этом списке у евангелиста Луки не только отец и мать, но тоже твоя новая семья, муж, жена, твои дети. Не только та семья, которую ты оставляешь для того, чтобы создать свою, но и твоя новая семья тоже в этой системе любви, в этой иерархии ценностей занимает подчиненное положение. Быть учеником Христа – это означает соединить свою жизнь с жизнью Учителя. Но очень важно понимать, что это не должно вызывать чувство страха или тревоги, потому что в действительности тот, кто отдает Богу все свое сердце, всю свою жизнь, не теряет ничего. Гораздо больше мы теряем, когда мы идем на поводу у своего эгоистичного эго, когда мы любим свою жизнь такой биологической или животной любовью, привязанностью. В действительности мы теряем еще больше. Гораздо больше мы теряем, когда мы превратно понимаем любовь родителей к детям, детей, к своим родителям, когда или тот, или другой становится идолом в нашей жизни, в нашем сердце. И вот для того, чтобы ничто, особенно самое дорогое и близкое, не могло стать идолом в нашей жизни, Христос и дает этот урок мудрости. Возлюби Бога, возлюби Христа больше, чем все, что могло бы занять место Бога в твоей жизни. Так, чтобы, как в псалме говорится, любовь к Богу стоила больше самой жизни, яко лучше милости твоя паче живот. И, поверьте, это самая счастливая история любви. Доказательством тому служат пророки, патриархи, апостолы, святые Ветхого и Нового Завета. Поэтому пусть ничто не шокирует нас в этих словах Христа. Он требует то же самое, что требуют многие наставники и учителя древности, учителя мудрости. Он требует даже чего-то большего. Любой другой учитель требует просто быть верным учению, доктрине, школы. Но Христос требует верности лично ему. При этом та верность, которую он требует, это не верность какого-то тирана, диктатора. Нет, он хочет, чтобы его любили всем сердцем, всем помышлением, всеми силами. И даже больше, чем Ветхий Завет предписывает любить Бога, потому что ближнего мы должны любить той же самой любовью. Но это единственное условие, которое открывает наше сердце к настоящей любви, потому что именно через эту любовь ко Христу мы открываем по-настоящему и любовь к своим ближним. Еще раз, означает ли это, что Христос говорит, нужно с пренебрежением относиться к родителям, как фанатики с жестокостью относиться к детям. Совершенно нет. Человек, который любит Христа именно так, как он этого просит, в действительности бесконечно любит своих детей, с бесконечным уважением и почтением относится к своим родителям и к своим ближним, потому что в своем ближнем он видит отблеск и образ самого Бога. На портале экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...